Одна из самых больших проблем, с которыми мы столкнулись, это ремонт автотранспорта. В чем она заключается? Она заключается в том, что у нас нет штатной техники. И то, что было призвано с народного хозяйства, это в принципе гражданские машины. И вот в таком состоянии они периодически к нам попадают. Всю технику, которая у нас есть, мы, собственно говоря, делаем своими руками. Оборудовали себе СТО. Поскольку у нас ребята пришли к нам служить, это бывшие работники, СТО владельцы, СТО специалисты разного класса. Мы их быстренько мобилизовали и превратили в дружный сплоченный коллектив, который иногда творит чудеса, а иногда и нет. Иногда сильные чудеса творит. Ну, вот как это, например, чудо. Это дружественный нам батальон попросил подварить слегка по низу. Но, в общем, мы тут немножко вникли в ситуацию и поняли, что по низу это глубоко по верху. А если нам говорят прыгать, мы не спрашиваем зачем, мы спрашиваем, насколько высоко. Вот у нас есть разбитый абсолютно хлам морда Мазды. Это 3-2-3, который мы восстанавливаем. За неимением лучшего мы используем то, что можно использовать. Все, что мы получили, это не штатная техника, которая просто нам была передана с народного хозяйства. И есть большая проблема как раз в том, что мы запчасти на них купить не можем. Вот вам еще один лайфхак от ТРО. Когда-то у нас была такая задача, нам нужны были военные номера. Государство их давно уже не производит, а ребята, которые производят, они позакрывали свои цеха. Вот мы придумали что. Взяли лист железа, покрасили в черный цвет, налепили буквы и, в принципе, стали черные номера. Это у нас наш мэр, порезал борды по городу. Разрешили нам взять металл с него. И вот мы делаем вот такие вот установки. АГС отличная штука. Наносит массу неприятностей за короткое время по большой территории. Вот такой вот у нас будет ТРОшный спецназ. А где АГС? Это военная тайна. В общем, есть еще одна большая проблема, с которой столкнулись, наверное, все вновь созданные подразделения. Это питание и прием пищи личным составом. Поначалу нас кормили волонтеры. И вместе с тем мы параллельно с волонтерами понимали, что мы не сможем на них вечно ехать. Первое, что мы освоили, это эти КПшки. По большому счету, это большой котел, где снизу огонь, сверху емкости. Она вообще предусмотрена для питания с помощью дизеля. Пока мы стоим в ППД, мы решили отказаться от дизельного питания данной кухни. Потому что, во-первых, оно дает сильный запах, сгоревший солярки. Во-вторых, солярка у нас не очень. Форсунки часто забиваются. Это сам пункт приема пищи. Там есть еще, мы на улицу выставили столиков, часть людей, кто хочет ест на улице. Но зимой мы здесь тоже ели. Вот в таком же виде. Две палатки больших мы поставили. И, собственно говоря, у нас тут две буржуйки еще есть. Мы ставили буржуйки, электрогрейки. И было, в принципе, тепло нормально. Вот так мы выкрутились ввиду отсутствия столовой. Развернули полу-полевую. Боремся с мухами, конечно, это беда. Но, в общем, пока эффективно боремся. Вы сейчас ни одной их не слышите. Все едят с одного стола. У нас нет ни VIP-столов, ничего. У нас вплоть до того, что, например, каша невкусная. Камбрих ее ест, вызывает меня, рассказывает мне, как мне надо родину любить. Я осознаю, что я не до конца ее любил. Люблю ее больше и исправляем недостатки. А вообще, если вы у нас поешьте, у нас лучше, чем дома кормят. Свои подчиненные батальоны в бригаде, я всех здесь собирал, кормил, как у нас. И сказал, что если у кого-то будет хуже, будем дружить с вами организмами. Мы вообще еду волонтеров не берем. Вообще не берем. Более того, мы иногда даже помогаем им, когда каши, например, мы все выбрать не можем, выготовить не можем физически. И мы там, ну, какие-то килограммы тоже отдаем волонтерам, они там раздают бабушкам. Начал я свою карьеру с того, что я закончил Полтавский военный институт связи с красным дипломом. Приехал в Одессу послужить. Увидел, что армия никому не нужна. Она разворовывается, растаскивается. Я ушел. А потом я стал политтехнологом, журналистом, директором предприятия. Крайнее место работы я три года проработал директором судоремонтного предприятия в Николаеве. Вот он. Это предмет нашей гордости. Наша персональная скважина. Потом и кровью, и деньгами спонсоров. Когда Николаев попал в очень сложное положение, отключение воды, естественно, воинская часть оказалась тоже без воды. Я написал в фейсбуке о том, что собираем на скважину. Мне позвонил Юра Бирюков и сказал, сколько тебе надо денег. Я ему сказал, он говорит, все, закрывай пост, я тебе дам. Вот. Начали без скважины. Ориентировочная глубина должна была ее быть 42 метра. К счастью, она оказалась меньше. Она оказалась 34 метра у нас где-то скважина. Ну, в общем, мы решили вообще не подключаться к городской воде, пока она не будет днепровская. Пока мы не возьмем Херсон, а потом вернемся. Думаю, что с водой уже будет все в порядке. Вот так мы решили проблему раздачи воды. Гидрофор поставили и два насоса. И у нас есть постоянно вода. Как это все работает? Со скважины вода. Она набирает эти емкостя. А давление уже в этом конкретно здании поддерживается вот этим гидрофором. Так, друзья мои. Еще одна проблема, с которой мы столкнулись. Мы были привязаны к городскому отоплению. И когда, естественно, город отключил отопление, мы столкнулись с тем, что в бане нет горячей воды. Поэтому мы придумали сделать такое вот инженерное решение, которое называется каскадные балера. Вот они. То есть это поочередный нагрев воды. Соответственно, когда идет водораздача, вода проходит через все контура. И если по температуре посмотреть, вот воду уже забрали с этого, а эти еще горячие. Соответственно, мы рассчитали, что нам хватит пяти балеров здесь. Есть возможность доставить шестой, если надо будет. Но мы ни разу не выбирали воду так, чтобы она была холодная. И в умывальнике ребята там утром принимают туалет, чтобы быть красивыми для своих женщин. Мы же не забываем про женщин, ради кого мы воюем. Ну и чистыми, если вдруг пойдут к ним в гости. На сегодняшний момент Николаевское ТРО – это не пистолетные войска. Мы держим круговую оборону практически всего города. Заняли, поэтому все понимают, какую роль мы выполняем. И помогают по мере сил. В общем, делаем мы одно общее дело. Мой сыночка. Мы его нашли на улице. Тут в армии нет имен. Есть позывные. У него позывной «Финик». Звание капитан. Ну, потому что не может быть старше меня позвание. И мы его тут облюбили со всех сторон. Все, у него теперь побывал. У тебя вертили нара. Все, домик ему купили. Корм с Одессы заказали. Все хорошо. Да? Все? Застеснялся? Простые человеческие радости. Не чуждаю даже этого века.